С главными событиями дня в студии Надежда Литкова. В Ненецком округе продолжаются досрочные выборы депутатов Госдумы 7-го созыва. Голосованием охвачены уже более 700 человек, в их числе нефтяники и оленеводы. Сегодня члены регионального избиркома и участковой избирательной комиссии Нельминова Носа вылетели в места кочевий бригад семейно-родовых общин поселка. В районе устья реки Черная, Сопок Пешкариха и Термиихи Курседа оленеводы приняли участие в досрочных выборах федерального и муниципального уровней. С подробностями Ирина Цепетова. Толес членами избирательной комиссии приземлился в Малоземельской тундре. Здесь кочуют с десяток семейно-родовых общин Нельминоса. Одними из первых проголосуют оленеводы из общины Апседа. Апседа, Нерута, Варк, Елунт и Иллиптс. В досрочных выборах сегодня принимают участие оленеводы из самых дальних бригад пяти семейно-родовых общин, которые кочуют ближе к Баренцево-Морю. В общей сложности 20 человек. Прежде чем приступить к голосованию, краткий инструктаж от членов участковой избирательной комиссии. Четыре бюллетеня будет, да? Сейчас распишись все так. В рамках Думы будут идти, а там по одной галочке, да? Потом местные выборы, там на главу одну и на депутатов одной до семей. Четыре бюллетеня на каждого избирателя. Сегодня оленеводы Нельминого носа выбирают не только депутатов Государственной Думы, но и главу муниципального образования и депутатов Поселкового совета. Поперёк, поперёк, поперёк. Всё, спасибо. Для многих кочевников выборы в таком формате в новинку. Голосовать в тундре впервые пришлось и Антону Талееву. Первый раз. А до этого вообще голосовали? До этого голосовал, да. Ну, только в посёлке. Впервые такой марш-бросок совершили и члены участковой комиссии посёлка. Ну, конечно, спринт хороший, но интересно так. Ни разу не бывали, чтобы вот так летать на вертолёке и смотреть. Вот мы на Триколе недавно ездили, досрочная у нас в тундре была. Там, конечно, ещё два дня мы ездили, там круто было. Так скрип. За три с лишним часа вертолёт с членами избирательных комиссий облетел пол малоземельской тундры до самого побережья с остановками в районах устья реки Чёрная, сопок Пешкариха и Термея и Хикурседа. По словам заместителя председателя окружной избирательной комиссии Людмилы Тоскаевой, полёты в места Качеви проходят с определёнными сложностями. Те координаты, которые нам дают главы СПК, либо главы муниципальных образований, они не всегда точные, потому что оленеводы кочуют, поэтому координаты не совпадают. Из-за этого мы берём на каждый рейс проводников, лицевые. То есть сегодня с нами аж три проводника полетели, потому что точки не совпадают с теми координатами. В Харивер точно так же мы летали. Найти бригады оленеводов в бескрайней тундровой местности под силу только Ясавеям, проводникам, которые знают родную тундру, как свои пять пальцев. Среди них и Юрий Соболев, потомственный оленевод. Как вам объяснить? Озёра все знаешь, водораздел полностью весь знаешь. Откуда что течёт, куда течёт. Ты так ориентируешься. И примерно уже смотришь. Поглядела река идёт в ту сторону. Узнаешь, какую сторону она идёт. Значит, надо в ту сторону, в другую, противоположную, если тебе нужно. И всё. Здесь ничего сложного нет. В принципе, если так. По большому счёту. Ты с опытом, да? Ну, в принципе, да. Потому что, как у нас старики говорят, надо родиться оленеводом просто. На полёты вместо Качеви и на нефтепромысла из федерального бюджета выделено 20 миллионов рублей. На данный момент в досрочных выборах приняли участие оленеводы Индиги, Харивера, ближние и дальние семейно-родовые общины Нельминого носа, а также нефтяники с различных месторождений региона. Всего более 700 человек. Сегодня досрочное голосование завершилось в семейно-родовой общине Иллипц. Избирательный участок в Тундре принципиально отличается от избирательного участка, к примеру, в Наринмаре. Голосовать приходится вот так, в полевых условиях, буквально на коленке. Неизменным остаётся одно. Отдав свой голос, проголосовавший опускает избирательный бюллетень вот в эту урну. Распечатает её 18 сентября в единый день голосования. Ирина Цепитова, Владислав Носкин, телеканал «Север», Молоземельская Тундра.